Собрал Бог всех тварей и решил каждому его век отменить. Первым подозвал человека. — Ты, человече, существо некрупное, так что тебе двадцать лет жизни даю. — Мало, — подумал человек, но с Богом спорить не стал и тихо отошел в сторону. А Бог подозвал лошадь. — Тебе, лошадь, сорок лет жизни назначаю. Ты, тварь большая, тебе и жить дольше. — Помилуй, Боже! — Сорок лет с ермом на шее ходить, за собой плуг да воз таскать, да еще и кнутом получать. Мне и двадцати лет хватит. Отдай оставшееся человеку, ему нужнее. Бог дал добро и позвал корову. Дал ей сорок лет жизни, но корова отказалась. — Упаси, Боже, сорок лет за вымя меня дергать будут. Мне и двадцати хватит. А оставшееся одной человеку ему нужнее. Согласился Бог. Позвал собаку. — Тебе, собака, тридцать лет назначаю. — Господи помилуй, ну куда мне тридцать лет? На цепи сидеть, гавкать на каждого, да кость грызть. Давай мне пятнаху, а остальные человеку отдай. А Богу что, отдал еще пятнадцать лет человеку. Позвал кота и предложил ему двадцать лет жизни. Но кот подумал, как это, двадцать лет мышатину есть. Да и отказался от десяти лет жизни. Тоже подарил их человеку. С тех пор так и живет человек. Сначала двадцать лет свои проживает, заботы горя не знает. Потом двадцать лет лошадиных, работает, как лошадь, тянет воз. Работа, дом, семья. Следующие двадцать лет коровье. Доят человека дети, внуки, кто на дачу, кто на машине. А потом собачий пятнадцать лет. Дома сидит, дом сторожит. За внуками присматривает, да на улицу поглядывает. А приходят в кошачьи годы, тут уж как повезет. Могут как кота по голове погладить. А могут и под зад ногой пнуть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok